Владислав Казаков практически всю свою жизнь провел в инвалидном кресле. Однако поражение поддвигательного аппарата не помешало 14-летнему подростку стать членом сборной Самарской области по ботча. Сейчас он выступает за свою команду в этом виде спорта. Сначала предложила моя учительница, потом я согласился. И так я начал свою карьеру. Она мне дает хорошие настроения, общение с друзьями. Всероссийские детско-юношеские соревнования по ботча для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проводятся второй раз. По-прежнему площадкой для проведения турнира была выбрана Самара. Любое спортивное событие, которое проходит у нас, оно для города всегда значимое. Мы каждое спортивное мероприятие стараемся организовать максимально качественно. Наш город прекрасный город, он всегда рад гостям других регионов и славится не только своей культурной историей, но и спортивными традициями. В Самарской области эту спортивную дисциплину развивают давно. В региональных соревнованиях принимают участие и воспитанники специнтернатов. У нас участвуют в наших региональных соревнованиях три интерната. Самарский, Сергиевский и Приволжский. То есть люди с ограниченными возможностями занимаются, имеют возможность заниматься, также выполнять разряды, участвовать в соревнованиях. То есть это их жизнь и, в общем-то, деятельность. Ботча – паралимпийский вид спорта. Это игра с мячом на точность, близкая к боулингу. Она уходит своими корнями в античные игры, которые были распространены в Римской империи. Всего в турнире, который проходит на площадке спортивного центра «Грация», участвуют более 40 спортсменов из 11 регионов России. Там надо идти в победе и учиться на своих ошибках. Хочу войти к нам, ведь можно. Вовлечение граждан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События.